Вечернее шоу Аллы Доблатовой Ой, привет, привет, привет всем! Всем хорошего вечера, кому-то и прекрасного утра, и доброго дня. Слушает нас весь мир, поэтому не важно, сколько у вас на часах, важно, главное, чтобы всегда включено было русское радио. Да, всё правильно. Так, в Италии, друзья, сегодня отмечают День Джульетты. Это самая романтичная девушка на свете. И поэтому вот я решила, что у меня в гостях сегодня будет самый, как он так про себя говорит, неромантичный певец, музыкант и телеведущий Родион Газманов. Но я не верю, что человек, который пишет такие песни, может быть неромантичным. Мне кажется, что эта романтика, она просто где-то глубоко внутри у него спрятана. В общем, будем её сегодня доставать. А песни, вот в этой песне, кстати, новая песня у неё про любовь, вот в этой песне, я уверена, скрыты ответы на многие вопросы. Слушаем. Ну что, неромантик Родион Газманов, как сам про себя говорит в гостях сегодня. И поэтому мы поговорим на тему, можно ли научиться быть романтичным. Родион, привет. Привет, привет, привет. Да, ну я тебе хочу сказать, что не просто можно, а нужно быть романтичным. Потому что как только ты станешь романтиком, ты не понимаешь, помимо твоей популярности, которая вырастет в разы, ещё и девушки, ты же такой красивый парень, девушки будут просто штабелями укладываться. Ты расскажешь, как будто я должен акции какой-то компании купить, а не романтиком стать. Ну да. Как хорошо, как стать романтиком, скажи мне? Да, вот давай сегодня будем разбираться, и я буду тебя этому учить. Договоримся. Но для этого ты должен быть откровенен, прям как сврачок. Я откровенен. Вот когда ты понял, что ты не романтик? Ты знаешь, я понял, что я не романтик, когда я как-то начал все свои песни разбирать прям по частям. Я думаю, так, вот хорошо, песня парами, да? Да. Нужно слово парами просто много раз повторить в припеве, чтобы это вот зашло. И я в абсолютно трезвом состоянии и понимании, какой должна быть песня с романтическим содержанием, вот эту песню написал. Так, и тогда ты понял, что это не романтика? Я понял, что я вот такие романтические действия совершаю абсолютно расчетливо. Понимаешь? Да, понимаю. Но то есть не от души. Как объяснить? От души. От души. Но с пониманием, что делать. Я считаю, что романтика, это когда ты берешь и просто вот опустив низко голову, разогнавшись рогами, вонзаешься вот в эту жизнь, с верой в то, что все, что ты делаешь, будет воспринято правильно и по-другому быть просто не может. По-другому нельзя. Я поняла, хорошо. Про рога, конечно, я погоречился. Ну ладно, это образно. Да, образно рога. Твой самый неромантичный поступок в жизни. Самый неромантичный поступок в жизни. Как-то раз во время полета на отдых я смешал ром с дюшесом. Так. Все, что было после этого. Самолет приземлился? Самолет приземлился, но не совсем в том состоянии, в котором он взлетал. Скажи, ты попадал в просак вот со своей неромантичностью? С неромантичностью? Романтичностью. Знаешь, нет, вот на самом деле как раз в просак попадают люди, которые проявляют романтику, романтичность. Которые, допустим, молодой человек ждет у подъезда девушки, которая решила сделать сюрприз с букетом цветов в 4 часа, а она возвращается домой с каким-то другим мужиком. Ага. И вот тебе, пожалуйста, попал в просак. Надо его предупреждать, да, попал. И можешь потом, я не знаю, там, подарить, я не знаю, вахтеру этот букет, да, и идешь домой пить свои соленые слезы, писать песни грустные. И я понял, когда я перестал быть романтиком, наверное. Да, вот тогда как раз, когда эта девушка пришла с другим мужиком. Слушаем шикарную рекламу. Шикарную рекламу. Нет, слушаем шикарную песню. Песню, которая может быть иногда даже еще шикарнее рекламы. Так, ну что, продолжаем откапывать романтику в Родионе Газманове. Я просто только что выложил видео с Аллой в своем ТикТоке, поэтому подписывайтесь на меня, ну и на Аллу тоже желательно. На меня тоже, пускай, а как я там называюсь? У меня дети открыли ТикТок. Алла Довлатова. А, это твои дети все делают? Нет, там никто ничего не делает, там пока только одна с туфлей у меня видео в ТикТоке. А с туфлей хотя бы не видно. Ну вот посмотри, может быть это не я, может быть ты на кого-то другого... Написано, нет контента. А, нет, с туфлей. Но фотография твоя. Нет, с туфлей должен быть контент, ладно. Разберемся, да, хорошо. Да, хорошо. Если что, забаним, потому что это фальшивый человек. Сарь-то не настоящий у нас. Я потом спрошу, какой у тебя там адрес. Да, я у тебя сама хотела это спросить. И мы продолжаем. Ну давай, короче, значит, предлагаю тебе Блиц в стиле три неромантичных аккорда. Отлично. Так как ты сейчас здорово выступаешь в этом шоу. Это субдоминанта, квартсекст аккорд и тоника тоже неромантичная. Вообще, ты на самом деле очень в этом шоу прекрасен, но давай три неромантичных аккорда. Итак, назови три самых банальных комплимента женщине. Вы хорошо одеты, вы такая умная, и с вами так спокойно. Ага, ужасные комплименты, я такие никогда не слышала. А вот ты мог бы сказать... Вы очень похожи на мою бабушку. Ну ладно, но это не комплимент, это издевка. Почему? Вы напоминаете... Вы такая добрая. Ну ладно, такая добрая, да. Слушай, а ты мог бы сказать такой тоже банальный комплимент? А у девушки, что у нее есть изюминка. Изюминка? Да. Ну, у вас есть изюминка. Да. Это сморщенная коричневая такая штука. Да, да. Нет, не мог бы. Нет, конечно. Знаете, вы, наверное, булочка. Почему это вы так говорите? У вас столько изюма. Да, да, да. Хорошо. Назови три ошибки мужчины на первом свидании. Попытаться поцеловать. Так. Не попытаться поцеловать. Ну, это как? И рассказать матерный анекдот. Молодец, хорошо. Ну, а если, например, вообще предложить оплатить счет на двоих? Я про первые два пункта, на самом деле, я поясню. Просто мысли девушки какие. Сначала она думает, а вдруг он меня поцелует? Да. А через полчаса думает, блин, а вдруг не поцелует? Да ничего страшного. Ничего страшного? Не думают так, девушки. Ну, хорошо, тогда все, договорились. Поэтому лучше не пытайся целоваться на первом свидании. Нет, не пытаюсь, даже на втором не пытаюсь. А на каком пытаешься? Ну, где-то на десятом, когда уже знакомство с родителями случилось, конечно. Когда уже понятно, что у нас есть какие-то совместные интересы. Вот. Молодец. Слушай, на самом деле, на первом, конечно. Да? Конечно, естественно. Ну, и как обычно? Если не целуются, обратно к маме, все. Ясно. Так, ну, наконец, последнее. Какие три вещи не стоит дарить женщине? А, разделить счет, да. Не стоит дарить женщине. Давай. Сковородку. Молодец. Безусловно. Молоток. Так. Можно этим молотком же и получить. На первом свидании не стоит дарить машину. Нет, вообще. А на первом машине? Да, да, и бриллианты. Как-то не оценит. Да. Да. Все. Это три было. Ну, я тебе еще хочу подсказать. Сковородка, молоток. Это со сковородкой попал. Ну, с молотком, наверное, тоже. Дарить себя тоже не стоит. Сразу. Нет, себя нужно дарить, но это нужно сопровождать каким-то менее ценным подарком. Да. Но только, знаешь, чего еще не надо дарить? Крем от целлюлита. Крем от целлюлита. А если у нее целлюлит? Или для похудения. Для похудения тоже. Все равно красный гвоздик не дарить. На, держи, вот тебе же нужно, да? Нет, да, да, да. Хорошо. Ну, ладно. Красный гвоздик. Слушай, ну, подожди, а если она ветеран? Ну, если ветеран, то только 9 мая можно такой подарок делать. Хорошо, хорошо. Ладно. 8 марта еще можно. Ты не безнадежен, я тебе хочу сказать. Мужчины, запомните эти варианты и никогда этого не делайте. Ни в коем случае. А мы послушаем хорошую песню сразу после короткой рекламы. Родион Газманов, самый неромантичный певец нашей эстрады. Сегодня откапываем в Родионе эти лучи романтики. Господи, ты знаешь, я же визуал, я все это представляю себе. Откапываем в Родионе эти лучи романтики. Они глубоко там запрятаны. Глубоко. Копай, копай. Нет, ты знаешь, но я уже достаю, я уже вижу, как они пробиваются. Понимаешь, я уже вижу сияние из тебя. Дорогие друзья, человек с лопатой сегодня. Алла Довлатова на русском радио. С лопатой, да, девушка с лопатой. Ладно, хорошо. Я пытаюсь сделать из тебя сегодня романтичного Ромео. Думаю, под конец эфира у меня это получится. Будем надеяться. Не выражайтесь, пожалуйста, на русском радио. Простите, простите, хорошая группа. Вспомним, да, какой-то очень романтичный момент в твоей жизни. Когда я пел песню Люсии? Не знаю. Нет, на самом деле, у меня самый романтичный момент в моей жизни был, когда на День Святого Валентина я очень волновался, чтобы подарить девушке, которая была очень сильно избавлена мужским вниманием. Мы тогда встречались, и я жутко переживал, нервничал. Машины тогда с бриллиантами покупать я не мог, не имел возможности. Я написал ей песню, прямо вот для нее конкретно написал песню, распечатал на бумажке, порезал на полосы и запрятал во все места, куда мы планировали в этот день пойти. Я ради нее пошел в караоке, кстати. В караоке, на автомойке, в ресторане, там и так далее. И она сначала с каким-то недоверием отнеслась, когда я подарил три гвоздики и клей-карандаш, чтобы склеивать вот все эти строчки. И первые строчки, которые она получила, она сначала не поняла, потом в эту игру втянулась, и потом во всех местах, где мы были, она смотрела под столом, за соседними креслами, там за зеркалом в женском туалете и так далее. Она собрала эту песню в итоге, и потом я ее исполнил. Я считаю, что это был самый романтичный вечер в моей жизни. Это было очень круто. Слушай, ну я тебе хочу сказать, что, Родион, да ты просто мега романтик. Ты просто стесняешься. Я стесняюсь, хорошо. Ты просто стесняешься своей романтичности. Ну я же это чувствовала, ну конечно. Слушай, я знаю, что ты недавно научился готовить тирамису. Я давно научился готовить тирамису. Да? А кто тебя вдохновил? Да, с мясом. Что? Вдохновил на это кто? У меня регулярно собираются компании друзей, которых нужно чем-то удивлять и баловать. Вот. И у моего лучшего друга есть жена, которая прекрасно готовит тирамису. И я... Но причем здесь ты. Пускай бы она и готовила дальше на вашу компанию. Нет, я сказал, что... Нет, она для нашей компании не готовилась. Для нашей компании у меня дома готовлю я. Да. И я спросил, слушай, наверное, ты там по полтора часа эту тирамису делала? Нет, 20 минут. Я говорю, не может быть. Покажи. Она показала, это реально очень просто, если просто у тебя есть какой-то даже не навык, а ты с душой это делаешь. И с тех пор я начал это все готовить. Это интересно. Это реально действительно очень просто и недолго. Это очень романтично, когда любимый мужчина делает тебе десерт. Ну просто это вот... Слушайте, но сегодня... Как будто вдвоем делать. Помнишь, как в фильме «Привидение», когда они... Да, 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 да. Когда они вазу делали. Да, вазу-вазу делали. Так не выражайтесь. На русском радио у нас есть... Моя любовь. Все, я понял. Я буду нациализировать все треки и их вокализовать. Давай, хорошо. Ну давай послушаем. Сейчас у нас тоже есть хорошая музыка. Послушаем, да. Хорошая музыка. Роскошная песня. У нас вообще вся музыка хорошая. У вас замечательная музыка на русском радио. Ну что, я могу теперь сказать, что уже гораздо более романтичный Родион Газманов сегодня у нас. Но мы решили сделать из тебя сегодня самого романтичного артиста. Мы ведь уже выстрелили пробкой. Мы зашли свечи в студию. Да, да, да. И у нас уже все хорошо. Так что, девчонки, приходите. У нас хорошо. Приходите. Не только девчонки, но и мальчишки. Ну да. Да, можно? Мне девчонки, а тебе мальчишки. Хорошо, договорились. Слушай, ладно. На днях ты совершил совершенно неромантичный. Но зато очень... Да. Но зато очень смелый поступок. Ты сделал себе прививку от COVID-19. Как ты на это решился? Почему? Два момента. Во-первых, вокруг меня очень много знакомых начали заболевать. Отец переболел ковидом, потерял голос на месяц. Это самое страшное, что с ним было? Это самый явный, наверное, сейчас симптом. И я решил, что я себе такого позволить не могу. Мне нужен мой голос для ведения, для концертов. И я решил пойти на упреждение и сделал себе прививку. Но это не прививка пока. Это исследование. То есть добровольцы получают прививку с 75% вероятностью. 25% это плацебо. И причем ты не знаешь. То есть ты не знаешь, тебе плацебо в кололе или тебе прививку в кололе? Я не знал, когда кололе. Но так как три дня у меня были симптомы, которые обычно бывают после вакцины, я уверен, что это все-таки прививка. Понял, что у тебя не плацебо. Так, хорошо. А какие были симптомы? Как я сказал, как обычно, после прививки от гриппа, прививки от... От гриппа у меня никаких симптомов нет? Нет, у меня были. Небольшое повышение температуры. У меня повышения не было, был озноб легкий. Болела голова, боль в мышцах. То есть вот ты чуть-чуть так чувствуешь себя, как будто заболеваешь. Но температура не поднималась. У меня до сих пор побаливает место, куда делали укол. Предплечье. И, собственно, все. Сейчас я уже в отличном состоянии. Просто не могу отоспаться после гастролей. Пять дней назад тебе сделали. Да, три дня ощущались эффекты. Первый день самый, наверное, такой неприятный. Ну, запах не пропадал, ты не кашлял. Воняние не пропадало, я не кашлял. Вкус тоже присутствует, как вкус в продуктах, так и в одежде, я думаю. Но мы на радио, поэтому можно никому не рассказать. Хорошо, а скажи мне, за это платят? Нет. А за участие в исследовании платили добровольцам на первом этапе, когда происходила исследование, калибровка вакцины. То есть экспериментировали с дозами, с какими-то составами и так далее, когда была вероятность нанести вред здоровью. Я поняла, а сейчас уже такой вероятности нет. А скажите, тебя кто-то отговаривал? Или нет, или это прошло мимо меня. Отговаривал кто-то? Отговаривали подписчики в Инстаграме. Родители сказали, что мы за тебя, конечно, волнуемся, но ты уже сам решай. Я посмотрел, поизучал информацию и сам решил. Это я кашляю, потому что... Не потому что это антитела ко мне перепрыгнули с Родиона. Ну что? Как быстро распространяется. Мне такого мрака понаписали в Инстаграме. Сколько, скажи мне, через сколько тебе сделают второй вот этот бустер твой? Она делается в два раза. Бустер делается на 21 день после первоначальной вакцинации. После этого симптомы тоже могут быть, но не такие выраженные. Короче, через две недели... 21-3. Через две недели. Пять дней же прошло. А, прошло, да. Я думал, что после первого, да. Да, через две недели я тебе позвоню, и ты мне всё расскажешь. Если дозвонишься, я буду жив, то всё, да, конечно. Ну ладно. Я шучу, я шучу. Да, да, слушаем песню и наслаждаемся. Ну что, уже изрядно романтичнейший. Ой, сейчас опасно было, опасно. Родион Газманов. Как ведущему говорю. Ну я всё-таки справилась с этим. Справилась, справилась блестяще просто. Слушай, ну что, мы говорим сегодня с тобой, я только что сказала, что ты недавно признался в любви, публично. Кому? 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 Столице. Ты написал новую песню и снял клип, который так и называется «Столица». Ну что, ты решил всё-таки затмить отца, да, с его этими «Москва», «Звонят колокола». Ты знаешь, всё просто на самом деле, песня была написана в позапрошлом году, в прошлом году, когда были уже расписаны концерты на московских площадках концертных, и вдруг все заказчики сказали, кто организовывал концерты эти, говорят, ребят, надо спеть песню про Москву. Я говорю, ребят, ну два дня осталось, вы чего? Говорят, ну спойте, спойте, «Москва золотоглавая». Я говорю, ну её все там споют. Ну спойте, «Москва», «Звонят колокола». Я говорю, у нас в семье не принято отбирать хлеб у старших, нельзя так делать. Говорят, да, ну тогда я не знаю, дайте день. Как раз у нас репетиция, ребят, нам нужна песня про Москву. У меня была наработочка небольшая, и мы прямо за день её написали, показали и исполнили первый раз вот как раз на этих площадках. Потом сняли клип. Ну я поняла, а почему это произошло вот сейчас? А сейчас мы сняли клип и решили, что песню надо двигать. А, всё-таки надо двигать её, да, ты решил? Ну я и говорю, решил всё-таки, что хватит папа. Решил, чтобы признаться в любви столице, конечно. Молодец, да. Хорошо, если ты это делаешь хорошо, скажи мне. Вот у отца это классная песня, она стала прям гимном. Я не знаю, что ты делал это хорошо. Нет, нет, я имею в виду, поёшь про Москву. А скажи, что ты делаешь лучше, чем отец? Вот прям вот. О как. Я думаю, что я лучше, чем он фотографирую, потому что я уже пять лет занимаюсь автообзором и сам снимаю машины. Вот здесь я могу точно сказать. Похвастаться можешь. Мероприятия веду лучше, чем он, наверное, потому что тоже есть в этом некоторая практика. Практика. Скажи мне тогда, где будут твои ближайшие мероприятия и ближайший концерт? Ближайший мой концерт будет либо 19-го в Подмосковье, либо 24-го в Самаре. Что значит ли я веду? И там же я веду мероприятие. 19-е пока не подтвердилось, мы ещё сейчас заказчики очень сильно осторожничают из-за того, что ещё есть ограничения. Вот. А 24-го у нас будет в Самаре, где я и веду мероприятие, и пою. Ну, шикарно. А это закрытое будет мероприятие? Это будет закрытое мероприятие. Ну вот, а чего вы тогда хвастались? Не знаю. Я думала, людей пригласили. Если хочешь зайти, то я тебя приглашаю. Хорошо, спасибо тебе. Ну, друзья, оставайтесь с нами, мы... Хорошо. Тогда... Тогда не оставайтесь с нами, оставайтесь с нами. Тогда да, давай. Мы ещё здесь. Романтичный мужчина... Знаешь, что делает? Вот ты, я уже поняла, что ты романтик уже всё-таки. Да я не знаю даже. Романтичный мужчина с утра всегда делает женщине какой-то комплимент. Ага. Хорошо. Ну, приятное что-то. Ну, возможно, да. Романтичный мужчина с утра всегда делает женщине что-нибудь приятное. Да. Иногда комплимент. Вот. А настоящий мужчина не только говорит приятное, но и делает. Вот, давай так. Мы это сделали, да. Да, мы это сделали. Хорошо. Родион. Мина, доброе утро. Хочешь, я сделаю тебе комплимент? Да. Да, конечно. И дальше у нас просто 18 плюс пойдёт, поэтому на радио мы этот диалог продолжать не будем. Родион сегодня был у меня в гостях. Смотрите его завтра. Уже в романтичных танцульках, потому что мы поняли, что всё-таки он романтик. Под какую твою песню будем делать танцульки сегодня? Выбирай. Танцульки. Давай будем делать танцульки под ту же самую песню «Что такое любовь?» Отлично. Отлично. Мы с вами, друзья, в следующем части будем говорить о романтике. Жду вашей истории в WhatsApp по поводу самых романтичных историй в вашей жизни. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Ау-ау-ау.